здравствуйте уважаемые друзья и коллеги моделисты сегодня наш тринадцатый выпуск видео обзора в мире моделизма и с вами снова я Роман так сегодня в нашем обзоре будет сразу три модели вы спросите почему три на то есть целая куча причин первая причина то что эти модели сделаны на одной базе они практически не отличаются вот производитель максимально унифицировал литники вот во вторых это модели скажем так различные модификации одного и того же самолета речь пойдет о самолете п-40 модели выполнены скажем так для легкой сборки вот у них скажем так как таковая детализация отсутствует много деталей выполнено скажем так в совокупности вот но в принципе модели все равно мне кажется эти довольно таки удачные неплохие так откроем коробки посмотрим что же у нас находится внутри да кстати забыл сказать эти модели от фирмы хобби босс это китайский производитель который скажем так прослался как раз таки вот этой вот бюджетной линейкой авиации вот ну что открываем смотрим что у нас здесь первым мы посмотрим наверно п-40 мы видим размеры модели здесь указаны вот на коробке изображена готовая модель самолета вот коробочка как мы видим не очень качественная быстро разлезлась и так инструкция два варианта окраски здесь указана цветная инструкция на краску но цвета до ныне совсем корректно вот никакого описания ничего нету здесь только условное обозначение есть что такая операция означает размещение летников но непосредственно сама сборка видим собирать здесь практически ничего модель по идее собирается без клея но честно мне еще ни одной из этих моделей без которые собрать не удалось итак смотрим что у нас тут дальше дальше у нас декаль декаль как мы можем видеть здесь довольно таки неплохого качества вложенная в отдельный пакетик сверху накрытая калькой вот гузовские декали при нанесении не вызывают никаких проблем что мы здесь видим здесь мы видим отдельно изготовленный блок крыло вместе с частью фюзеляжа как мы видим на модели присутствует внутренняя расшивочка очень качественная такая убогенькая но все-таки присутствует проработка диз шасси и различных элементов в принципе для этой модели это вполне терпимо стекло стекло очень таки неплохого качества вот толстоватая немного этой модели это терпимо и непосредственно сам фюзеляж или тоже присутствует та же самая расшивка стыкуемость у данной модели в принципе неплохая также здесь мы видим три летника один из них это колеса выхлопные патрубки на других двух у нас тут винт элементы оперения вооружение стойки шасси и тому подобная мелочевка также вот такой вот элемент который в принципе отличает эту модификацию от других вот сейчас мы закроем эту коробочку и перейдем к следующей следующий следующее у нас P40M здесь мы видим самолет отличается в принципе только фонарем кабины от предыдущей модификации мы видим все тут же довольно качественный приятный бокс арт выполненный на глянцевом картоне на котором глянем что у нас здесь присутствует в принципе ничего радикально отличающегося такая же отличная декаль на два варианта как это здесь американские ВВС и ВВС Китая схема окраски опять-таки с некорректно отображенными цветами вот лицевая часть абсолютно такая же вот инструкция выполнена из очень приятной глянцевой бумаги мы тоже видим сборку расположения литников то есть ничего нового то же самое здесь точно также выполненное крыло фюзеляж вот но при этом отсутствует вот та вот маленькая деталь которая была в предыдущей части и здесь другой фонарь ну в принципе с этим фонарем та деталька здесь и не нужна вот вместо той детали здесь вот такой вот элемент есть немножко другие колеса выхлопные патрубки и спинка за сиденьем пилота ну и два абсолютно мифицированных литника с предыдущим как бы все то же самое только с небольшими отличиями вот итак наше последнее которое мы будем смотреть P40E ну здесь чуть-чуть отличается эта модель от предыдущих двух тоже даны два варианта окраски на ВВС Красной Армии и ВВС США это все такая же инструкция с такими же нюансами вот еще новенького такая все та же ничем не отличающееся крыло но как мы видим немножко другой фюзеляж здесь фюзеляж короче и здесь как мы видим тут элемент не вырезан а здесь как бы часть горлота сделана вместе с фюзеляжем стекло унифицированное с нашим первым самолетом абсолютно унифицированные вот эти два литника и вот этот свой отличающийся от тех литник с колесами, патрубками и еще какой-то фигуриной ну что можно сказать стоит эту модель покупать в принципе да стоит при цене всего лишь 60 гривен на момент покупки это около может быть 7 долларов или больше ну эта модель в принципе стоит если вам в коллекцию нужна просто моделька самолета П-40 тем более что данный производитель выпускает еще модель П-40Б который получил наименование тамагавк ну что можно сказать еще по поводу этой модели ну в принципе в линейках Hobby Boss позволяет собрать все модификации данной машины так что если вы фанат П-40 то настоятельно рекомендуется к покупке аналогов у этой машины огромное количество разных производителей разного качества вот но я решил остановиться именно на этой потому что ее намного легче собрать и она довольно таки точная и копийная на этом будем заканчивать наш тринадцатый выпуск с вами был я Роман всего хорошего до свидания субтитры создавал DimaTorzok